ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Когда та стояла на кухонном шкафу, пытаясь дотянуться до сладостей. Ребенок упал и получил травмы, несовместимые с жизнью. Полицейские города уже задержали девушку. По ее словам, она присматривала за ребенком уже 6 месяцев, пока мама девочки в отъезде. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Дагестан планирует увеличить доходы в 2020 году. Сборы налоговых и неналоговых поступлений республики прогнозируются в объеме более 37 млрд рублей. Это на 7,5% больше, чем в текущем году. Напомним, что бюджет Дагестана на 2020 год в первом чтении Народного собрания принят с дефицитом. Также ожидается уменьшение госдолга и увеличение размера ряда пособий и субсидий. Аграрии в Дагестане собрали более полутора миллиона тонн овощей. Этот показатель превысил урожай прошлого года. Больше всего собрано капусты в Левашинском районе – почти 500 тысяч тонн. Добились высоких показателей сельхозпроизводители Дербенского, Кизлярского, Акушинского и Хасавюртовского районов. Добавим, что урожай в республике превысил показатели в целом по СКФО. В жизни всегда есть место подвигу, но героем его может стать каждый, вне зависимости от возраста. Что и доказал шестилетний Магомед Султанбеков. Так, первоклассник Чанкурбенской средней школы Буйнакского района спас трехлетнего мальчика. Все подробности расскажет Патимат Ханапова. Магомеду скоро исполнится семь, но он уже рассуждает как взрослый. Урок мужества он освоил намного раньше своих сверстников. Первоклассник совершил то, что принято называть настоящим поступком. Спас от, казалось бы, неминуемой смерти своего трехлетнего двоюродного брата. У родника здесь игрались они, там их пять-шесть, там решетка на высоте. С решетки вот этот мальчик, поднявшийся трехгодовалый мальчик, падает туда. Там большая корита с водой. Он ударился головой на кориту, и без сознания он, короче, в воду падает. Те дети разбежались, плакали, дети разбежались. Он нас, видимо, хотел мальчик, он никуда не пошел, он туда побежал. Спас этого мальчика. Магомед пошел, поднял его, вытащил туда. Собрав все свои силы, Магомед вытащил малыша и начал приводить его в чувство. На вопрос, почему он решил спасать сам, а не позвал кого-нибудь из взрослых. Первоклассник отвечает, что знал, а если сразу не помочь, то брат его задохнется и будет уже поздно. Испугался, нет? Нет, не испугался, но он как герой скромный, молчаливый. Плавать умеет? Нет, не умеет. И он просто прыгнул в эту речку. Да, с рукой вытащила. Магомед Султанбеков является не только хорошим сыном и отважным мальчиком, но и успевающим учеником. Он проявляет любезность и мечтает стать водителем-дальнобойщиком, как его отец. Очень добрый мальчик, ласковый, воспитанный. Адекватно реагирует на замечания учителя. Также на уроках тоже активно участвует, быстрым темпом делает все. Ну а самое главное, с мальчиком все хорошо. Маленького Салмана уже выписали из больницы. А в завершении этой трогательной истории нельзя не подчеркнуть, что этот поступок 7-летнего мальчика стал примером не только для его сверстников, но и для взрослых. Патемат Ханапова, Даут Гасанов, Новости ННТ, Буйнакский район. Работа на особых условиях. Во всех центрах занятости населения прошла ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями. 25 работодателей и десятки желающих получить работу. Инвалидам предлагают освоить самые разные профессии, от мастера по ремонту обуви до оператора видеонаблюдения. Желающие трудоустроиться смогли получить рекомендации и помощь в составлении резюме. Инвалиду немножко труднее устроиться на работу. И многие работодатели думают, что инвалид будет в меньшей пользу от него. Менее трудоспособны они, какие-то стереотипы даже есть у работодателей. Поэтому они менее охотно идут на такой шаг. Но что-то делается, проводятся такие ярмарки вакансий по городам, я знаю, сегодня. И хорошо было бы, конечно, если бы они проводились не только в день инвалидов, но чуть почаще. Хотя в год, два-три раза. Согласно закону о занятости, каждая организация, вне зависимости от формы образования, обязана ежемесячно предоставлять сведения в центры занятости. Это о вакансиях, об инвалидах, о квотах и так далее. Подобным образом формируется база вакансий. И идет активное взаимодействие с этими же организациями. Они могут и сами к нам приходить по адресу города Махачкала, Горького, 19. Также есть портал «Работа в России», где они могут зарегистрироваться, оставить заявку и осуществлять самостоятельный поиск работы. Битва на призы спортклуба «Грамотон». Дагестанские тэквондисты подвели итоги уходящего года. Республиканский турнир «Махачкале» собрал около 250 спортсменов из разных уголков региона. В захватывающих поединках они определили обладателей 70 комплектов наград. Тему продолжит мой коллега Курбан Рагимов. Дети, юноши и юниоры первый турнир на призы клуба «Грамотон» решили провести в конце года. Для спортсменов он стал своего рода проверкой сил. Одновременно на трех татами участники показывали все, чему их обучали тренеры. Для детей это как праздник. Для тренера это выявление своей работы на показ. Здесь ребята, которые по полугода ходят, они уже здесь могут выйти, показать, на что они способны, чтобы уже выступить на первенстве Дагестана и отобраться уже. То есть своего рода проверка сил или экзаменов. Да, да, то же самое. И для спортсменов, так же и для тренеров. Тэквондо входит в программу Олимпиады, поэтому неудивительно, что турниры собирают полный зрительский зал. Девятилетний Хасавиртовец Каир Султан Замайханов – боец уже опытный. В его активе победа на городском и республиканском уровне. К очередной золотой награде идет пока успешно. Выиграл два поединка. Я выиграл много соревнований. У меня медали 19-20. Сколько из них золотые? 17. Я мечтаю, хотел бы стать олимпийским чемпионом. На открытии организаторы и почетные гости пожелали участникам удачи и выразили надежду, что соревнования станут для них трамплином в мир большого спорта. Клубу «Грамотом» всего лишь год. В команде собраны ведущие тренеры республики. Среди воспитанников уже есть медалисты первенств СКФО и России, участники международных турниров. Цель этого турнира, в первую очередь, это опыт, опыт спортивный, соревновательный, опыт для тренеров и судей. Мы развиваем этот вид спорта как в нашем клубе, так и в республике. Клуб «СК «Грамотом» очень стремительно развивается. И к этому прикладывает руку Хазамов Магомед Мусагаджевич. Это президент нашего клуба «СК «Грамотом». Он также является учредителем строительной компании «ООО «Грамотом». По итогам поединков, первое общекомандное место досталось Махачкалинскому клубу «Чемпион» ДЮС США номер 3. Помимо медалей, грамот и призов, самые техничные тэквондисты удостоились денежных премий. По словам организаторов, турнир станет ежегодным и в следующий раз ему планируют придать статус всероссийского. Курбан Рагимов, Мусас Алгиреев, телеканал ННТ, Махачкала. Это были все новости к этому часу. Еще больше информации отслеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадиша Курбанова. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok